МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тамара Усманова, во время прямой эфира очень много вопросов поступало о гепатите в Карачаево-Черкесии. Был конкретный вопрос о том, что у стоматолога женщина заразилась гепатитом, потом это выявилось, и сейчас не может получить дорогостоящее лечение от этой болезни. Скажите, пожалуйста, насколько существует опасность заражения гепатитом в лечебных учреждениях в Карачаево-Черкесии, особенно в частных стоматологиях? Гепатит С – это такое заболевание инфекционного характера. Конечно, реалии сейчас таковы, что есть возможность заразиться гепатитом С и в медицинских учреждениях, также в парикмахерских, то есть там, где имеется инвазия. В государственных учреждениях есть контроль за проведением стерилизационных мероприятий всего инструментария, с чем соприкасается ПЦ. Есть в контроле качество проведения этой стерилизации. Точно такие же мероприятия должны быть и в частных структурах. Но есть ли они? Есть, они есть, но в государственных учреждениях контроль мониторируется, контролируется. Есть специальные мероприятия по контролю проведения качества стерилизации. Если у частных организаций нет таких мероприятий, это довольно дорогостоящие, то они заключают договоры с государственными учреждениями, которые это могут проводить в полном объеме. Скажите, пожалуйста, кто контролирует частность стоматологии по поводу вот этих всех процедур? Лицензию на медицинскую деятельность частным организациям выдается Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесии, у нас есть специальный отдел лицензирования и контроля качества. А контроль надзорной функции остается за рост трафнадзора. Но с учетом того, что сейчас бизнес не кошмарит и проверяют раз в три года, если не будет жалобы, значит, получается, что сейчас на стоматологии никто внепланово проверять не будет о выполнении договора на стерилизацию с помощью государственных учреждений. Внепланово нет, да. Но если будет какой-то сигнал, это дает право и возможность провести контрольные и надзорные мероприятия в неочередном режиме внепланово. Но чтобы был сигнал, видимо, пациенту стоит в качестве профилактики хотя бы раз в полгода после вот этих всех процедур сдавать кровь и выявлять, есть гепатит или нет. Может ли он обратиться к своему участковому врачу и бесплатно сдавать эти анализы? Абсолютно. Проведение обследования на гепатиты С и другие виды гепатитов проводится в рамках программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. То есть человек, проживающий на территории Карачаево-Черкесской республики, имеющий полюс, соответственно, прикрепленный к определенной медицинской организации, он может обратиться к своему участковому терапевту и в рамках полного клинического обследования также пройти обследование на гепатит. Ну вот он прошел обследование раз-два, выявилось, что после лечения зубов или там после каких-либо других процедур у него все нормально. Но если вдруг выявится, что он заражен, скажите, пожалуйста, дальнейшие какие его действия, кроме того, осознания того, что это очень плохо и может плохо закончиться. Какая помощь государства тут есть? Где специалисты, к которым можно обратиться? Начиная с 2017 года, мы впервые в программе государственных гарантий прописали лечение гепатита. Более того, вы выделили дополнительные финансовые средства для лечения этой патологии. Я хочу немножечко пояснить саму процедуру, сам алгоритм действия. Пациент, у которого выявлен гепатит С, Б, должен обратиться по месту жительства к врачу-инфекционисту. Если такового нет, он может обратиться к участковому терапевту. Далее по месту жительства он проходит полный объем обследования, доступный для этой медицинской организации. И для консультативной помощи он может быть направлен в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Мы организовали гепатологический совет, который заседает ежемесячно. И мы определяем в соответствии с течением заболевания, какому виду лечению он подлежит. А лечение у нас предусмотрено от имеющихся уже и до самых дорогостоящих препаратов. Но для этого, я еще раз повторяю, нужны определенные показания. В этот совет входят инфекционисты не только Республиканской инфекционной больницы, но также специалисты из центральных районных больниц. То есть они компетентно решают вопросы. То есть получается, чтобы решить этот вопрос с лечением максимально быстро, надо все-таки человеку самому проявить инициативу и контролировать, есть у него гепатит или нет после хирургических и стоматологических вмешательств. Я так думаю, что инициатива исходит от медицинских работников в первую очередь, потому что они дают заявку на заседание комиссии, что такие-то, такие-то пациенты. Вот я о чем хочу сказать. Человек сходил в стоматологию, пусть даже частная. Если он вовремя не будет контролировать, он заразился, не заразился, а придет лет через пять, когда у него цирроз будет, уже невозможно будет лечить. Безусловно, но мы же все знаем, что впервые в федеральном законе номер 323 об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации предусмотрено, что ответственность за здоровье ведет в первую очередь сам пациент. Сам пациент. Но при этом государство обеспечивает доступность медицинской помощи, а доступность это наличие медицинских организаций, либо их структурных подразделений в каждом населенном пункте. Мы относимся к субъекту с максимальной доступностью медицинской помощи, потому что у нас нет ни одного населенного пункта, где не было бы представлено структурное подразделение. А в населенных пунктах, где население менее 100 человек, там есть дворовые хозяйства. Ну вот скажите, пожалуйста, насколько вообще ситуация критична с гепатитом в Карачаево-Черкесии? Количество больных гепатитом С возросло. Рост заболеваний связан с тем, что, во-первых, улучшилась диагностика. Это однозначно. И, во-вторых, инновативных методов обследования и лечения стало значительно больше, чем даже лет 5 тому назад. Ну вот во время диспансеризации, в первую очередь, скорее всего, выявляется гепатит. Вряд ли люди проявляют инициативу. Вот были вопросы, что во время диспансеризации все делается для галочки, например, в Черкесской городской поликлинике. А человек, у которого анемия, 30 лет, он прошел диспансеризацию, у него даже анализ крови не взяли. Кем контролируется качество этой диспансеризации, которое проводится раз в 3 года и в итоге для галочки? Итоги диспансеризации, качество проведения диспансеризации во всех лечебных учреждениях контролируется, в первую очередь, руководцем администрации данной медицинской организации. Кроме того, за Министерством здравоохранения, естественно, остается контрольная функция. Ежегодно, комиссионно идет анализ и мониторинг проведения диспансеризации. Диспансеризация у нас идет в соответствии с теми нормативами, которые мы прописали в начале года. Соответственно, по количеству проведения первого этапа и по количеству пациентов, которые переведены на второй этап. Мы проверили карточки Черкесской городской поликлиники, в частности, в чьей адрес были такие обращения. И по регистру нашли пациентов, которые находились с анемией, на диспансерном учете у терапевта. И весь спектр обследований, они проходили у самого терапевта участкового. Возможно, чтобы не дублировалось. Может быть и такой факт. Но если человек, который обратился с этим обращением, хочет узнать уже более дополнительную информацию, я очень попрошу. Либо позвонить по телефону 26-67-37, мы уже дополнительно выясним. Либо обратиться к главному врачу Черкесской городской поликлиники Шенкауа Гаше Айсен. Вот эта диспансеризация по карточке Черкесии, что она выявляет массово? Какие болезни были скрыты от людей самих? И в итоге получают ли страшные диагнозы в массовом порядке? Диспансеризация определенных групп населения – это большой прорыв вообще в профилактическом направлении здравоохранения. Поскольку именно при проведении этой диспансеризации выявляется очень много заболеваний онкологического характера, предопухолевые заболевания, патологии органов легочной системы, в том числе и туберкулез, а также заболевания, которые впоследствии могут привести к каким-то заболеваниям. Например, нарушение жирового обмена. На первом месте, кстати, по выявлению, это и есть патология. Скажите, пожалуйста, по ожирению населения, как ситуация в стране катастрофическая, в Карачаево-Черкесии? В Карачаево-Черкесской республике в процентном соотношении людей, страдающих нарушениями обмена веществ, в сравнении с Российской Федерацией, незначительно, но меньше. Но тем не менее, эта проблема существует. И в первую очередь предпосылкой к этому является, конечно, нарушение питания. Но судя по тому, как выглядят внешние жители Карачаево-Черкесии, они могут себе позволить хорошее питание. Тогда в чем проблема? Хорошее питание – это не есть еще сбалансированное питание. А вот по поводу сбалансированного питания вопросы, конечно, есть. Поэтому каждый участковый терапевт, центр здоровья, в котором у нас имеются два детский центра здоровья и взрослый центр здоровья, они могут дать любую концентративную помощь. Но с учетом того, что ожирение растет, особенно молодеет, готовы ли ваши службы уже к тому, что по геометрической прогрессии будет возрастать заболеваемость от этих болезней, по кардиологии и другим видам? Не будет ли такого, что лет через 10 мы не готовы будем физически им уже помогать, когда они массово будут инфаркты, инсульты получать? В диспансеризации выявляются нарушения отмена веществ, которые мы должны коррегировать, чтобы не допустить к патологии сердечно-сосудистой системы, а также к другим эндокринным заболеваниям. Но вот прогноз какой в Минздраво-Крачево-Черкесии на ближайшие 15 лет? Каково будет состояние здоровья населения? Это будут тучные кардиологические больные или еще что-то? Ну, хочется говорить, конечно, хороший прогноз. Ну, у нас прогноз такой. Вообще прогнозирование, оно делится на несколько этапов. Первый этап – это выявление. Конечно, если это будет максимальное выявление, это приведет к росту заболеваемости. Второй этап – это диспансеризация профилактических мероприятий, что приведут уже к снижению третьего этапа. То есть, если к росту, то незначительному, а может быть даже и не росту таких серьезных заболеваний, как инсульты, инфаркты, сахарные диабеты. Ну, вот вопросы по поводу качества обследования пишут из аула «Красный Восток». Моему внуку 6 лет, у него немье. Мы делали анализы на кровь инвитера, но врач-гематолог Альботова их не приняла. Почему? Может ли врач принимать те или иные анализы и лоббировать сдачу анализа в тех или иных частных клиниках? И почему в государственных клиниках невозможно сдать эти анализы? Во всех государственных учреждениях, во всех медицинских организациях необходимый спектр обследований для того, чтобы направить пациента, будь то это ребенок или взрослый, есть это общеклинические обследования, биохимические исследования, свертывающие системы крови. И с этими анализами врач, уже консультант в республиканских учреждениях, может проконсультировать этого пациента. Но возникает необходимость либо динамически пронаблюдать, возможно, это был и такой вариант, в динамике провести обследование и сравнить. Но может ли врач не принять анализы? Нет, не может. А если он не может, куда обратиться? В первую очередь к руководителю учреждения, администрация этого учреждения ведет, в первую очередь, ответственность, и это нарушение прав пациента, и нарушение программы государственных гарантий, и во вторую очередь, конечно, это министерство здравоохранения. А скажите, пожалуйста, как часто вообще люди жалуются на медицину в Карачаево-Черкесии? Потому что говорить о том, что все плохо, они могут на кухне, но при этом конкретные жалобы как часто поступают? И на что жалуются? Жалобы на оказание медицинской помощи или вообще на медицинское обеспечение растут. И растут они не только в Карачаево-Черкесской республике, и во всех субъектах, и по всей России. Это связано по многим причинам. Во-первых, улучшение материально-технического обеспечения, доступности медицинской помощи, роста культуры населения, они позволяют спросить, обратиться. Мы же жалобы и обращения считаем за жалобы сейчас, хотя они вовсе не жалобы. А именно обоснованных жалоб у нас немного. Основная причина, по поводу которого обращаются, это лекарственное обеспечение. Это первая причина. Второе, по частоте встречаемости, это платные приемы врачей. Это тоже имеет место быть. А как вы реагируете? Вот, допустим, если лекарственное обеспечение зависит от тендера под 44-го закона и федерального центра, качество медицинской помощи врачами. Какие-либо врачебные ошибки вы исследуете? Какие были вопиющие случаи? Несут ли наказание такие врачи? Безусловно, каждое обращение у нас настолько детально рассматривается с вызовом самого заявителя, с приглашением медицинских работников, которые оказывали помощь комиссионно, на всех уровнях. И у нас ни одно обращение, либо устного характера, письменного, обращение на горячую линию не проходит без ответа. И были случаи, когда у нас доктора несли дисциплинарные взыскания за дефекты в оказании медицинской помощи. Но были случаи и необоснованных обращений, либо это были неполные объяснения и пояснения самому пациенту. Такие случаи тоже бывают. И когда уже пациент понимает, что да, объем оказанной медицинской помощи был в полном объеме, он удовлетворенно уходит. Ну вот вопрос от Макарова Лиды Александровна. Почему в Карачевщикской республиканской больнице не дежурного эндокринолога? И вот она считает, что часто по этой причине умирают больные. Насколько обосновано это утверждение про смерть больных? И где эндокринолог? В республиканской больнице ургентную службу и круглосуточную службу несут врачи-терапевты. И в том числе врач-терапевт, который дежурит по эндокринологическому отделению, обслуживает реанимационное отделение. Пациент, который нуждается в экстренной медицинской помощи касаемо сахарного диабета, конечно, он тут же осматривается. И я просмотрела статистику смертности именно по республиканской больнице. Ни одного случая смерти больного от эндокринологической патологии в отделении не было. Ни за 2016 год, ни за 2017 год и ни за 2015 год. Тем не менее, полный объем в ночное время пациента получает. Инвалид третьей группы, пишет Урусова Фатима Зеленчугская. Она писала заявление на санаторно-курортное лечение. Прошло уже 2,5 года. Ответа до сих пор нет. Почему? Является ли это компетенцией Минздрава? Куда ей обратиться? Это не компетенция Министерства здравоохранения, это компетенция Фонда социального страхования. Ей надо обратиться в Фонд социального страхования, написать заявление на санаторно-курортное лечение. И далее уже по их очередности она должна получить санаторно-курортное лечение. По поводу компетенции еще такие вопросы. Был вопрос о девочке, у которой один глаз минус 9, другой минус 10. Операцию произвели. Они подали документы на получение инвалидности, им отказали. Скажите, пожалуйста, насколько Минздрав может регулировать выдачу инвалидности или нет? Или это вообще не ваша компетенция? Заключение получения инвалидности, это, конечно, прерогатива медико-социальной экспертизы. Министерство здравоохранения с декабря 2015 года ведет мониторинг и контроль. Но мы ведем за качество оказания медицинской помощи, за качество введения медицинской документации. И далее, если это все сделано правильно и в полном объеме, мы даем направление и выдаем направление на МСЭ. А уже эксперт МСЭ вносит вердикт, инвалид он или нет. Если нет, этому человеку можно обратиться в Главное бюро МСЭ Покрачаева Черкесской Республики. Если их ответ не удовлетворяет, то есть Главное бюро МСЭ Российской Федерации. То есть, если отказали в инвалидности, Шаманова обращаться не стоит, потому что это не его компетентность? Это не компетентность Министерства здравоохранения. То есть, либо наверх, либо в прокуратуру? Да. Так, теперь скажите, пожалуйста, Киреева Александра позвонила и спросила, что наконец-то в городе появился иммунолог. Ну, почему мы должны сдавать анализы платно и для чего тогда наши медицинские полисы? Есть врач-иммунолог, аллерголог в Республиканской больнице, в консультативной поликлинике ведет прием, очень грамотный специалист. Платно или бесплатно? Бесплатно. В консультативной поликлинике Карачаева Черкесской Республиканской больницы. Если пациент приходит с направлением из того лечебного учреждения, где он постоянно наблюдается, и в соответствии с очередностью пациент получает бесплатную консультативную помощь. То есть любой житель аула может получить направление у своего участкового врача и прийти в Республиканскую больницу на консультацию к этому специалисту? Абсолютно. Бесплатно пройти консультацию. Но при этом я хочу сказать и обратиться к медицинским организациям, чтобы пациент не ожидал, более того, не приехал, не в положенный день, если он по графику не включен в этот день на консультативную помощь, врачи, участковые терапевты, которые направляют, либо другие специалисты, которые направляют, они должны иметь связь с Республиканской консультативной поликлиникой, может связь даже в электронном виде, записать этого пациента, чтобы пациент, не теряя времени, мог прибыть в консультативную поликлинику в свой день и в свой час. Может написать и в электронном виде записи. Тогда давайте вот тут уточнение сделаем, потому что очень часто жалобы в отношении медицины, потому что люди не знают, куда обращаться. Если, допустим, я живу в Хурзуке, я могу своему участковому врачу пойти и сказать, соединись с иммунологом Республиканской больницы, запиши меня и дай мне предварительный талончик, чтобы это не было моей проблемой, фермера или сельского жителя, искать, как записаться к этому специалисту. Пациент может, но на сегодняшний день у нас много способов записи. Это электронный вариант. Но не все не могут, может ли, или обязан ли мой участковый врач помочь мне записаться? Помочь пациенту обязан. Обязан, все-таки. Потому что это входит в обязанности лечащего врача, участковый терапевт является лечащим врачом, а врач ему нулок консультантом. Поэтому лечащий врач должен сделать максимум для удобства и доступности всех видов медицинской помощи для своего пациента на своем участке. А все ли врачи знают о том, что они обязаны? Все. Так, дальше идем. Вопрос. О строящейся детской больнице мы хотим сделать, строители пишут, мы хотим сделать очень хорошую детскую больницу, потому что делаем это для своих детей. Но денег не хватает на современное оборудование. Мы обходимся тем, что заложено в смете. Но это же не самый хороший жаж, что такие важные вещи не всегда хватает средств. Тут я хотел бы разделить вопрос. Видимо, оборудование не медицинское, потому что строители не могут знать, какое оборудование там будет. Какая вообще ситуация строительства на этой больнице, какого оборудования там предполагается? Благодаря главе республики, Рашиду Борисовичу Тимрезову, в республике строится республиканская детская больница. Она находится между детской функционирующей больницей и перинатальным центром. Далее, в перспективе, возможно, эти три учреждения объединятся в единый центр охраны материнства и детства, что логично. Далее строится у нас онкологический диспансер, сдача которого предусмотрена буквально в декабре 2017 года. Что касается республиканской клинической детской больницы, все структурные подразделения, которые в настоящее время находятся в республиканской взрослой больнице, они все перейдут, это хирургический профиль детской больницы, они перейдут со своим оборудованием, со своими штатами. Недостающие оборудования заявлены, это дорогостоящий компьютерный томограф, они заявлены и будут приобретены однозначно. Оборудование, касающееся немедицинского, это в компетенции управления капитального строительства. Ну, видимо, от качества плитки или штукатурки медицина не будет зависеть. Да, тут медицина уже не будет. Так, вопрос касаемо станции переливания крови, которая должна была быть на территории республиканской больницы. Чем закончилась эта история? Потому что этот вопрос есть, и наши зрители были уверены, что этот вопрос не прозвучит. Вот я вам его задаю и жду ответа. Он не закончился. Он, наверное, продолжается, потому что Министерство здравоохранения тоже работает в этом направлении. Но сдача строительства и все вопросы касаются федеральной структуры, Федерального медико-биологического агентства. Но есть ли у вас какая-либо информация, когда это все-таки случится? Или идут сейчас разбирательства, почему этой станции переливания крови нет? Вопросы, касающиеся строительства, они рассматриваются на всех уровнях, начиная с Министерства здравоохранения, с федеральных структуров, правительства Крещаево-Черкесской республики. Но я хочу заметить другое. Несмотря на то, что этот центр еще не достроен, у нас трудностей, проблем с оказанием данного вида медицинской помощи, то есть обеспечением крови, препаратами крови, компонентами крови у нас нет. У нас налажена система донорства, карантинизации крови и других компонентов. Основными пользователями, основными являются республиканская больница, перинатами центр, онкологический диспансер, ну крупные учреждения, хотя все остальные учреждения тоже требуются. Но скажите, пожалуйста, в соседних регионах очень часто поступают жалобы в социальных сетях о том, что крови не хватает или она платно предоставляется. В Карачаевой Черкесии таких сообщений практически нет. Но вот буквально за день до нашей встречи было сообщение о том, что требуется кровь, помогите для пациентов обезгарайонной больницы. Если такое сообщение появляется, кто виноват, что все-таки это вышло? Почему родственники, друзья пациента должны организовывать сбор крови, если крови у нас достаточно? И мы готовы, как говорил Шаманов, во время прямого эфира к любой чрезвычайной ситуации. В Минздраве Республике раздался звонок о том, что нужна кровь. Мы сразу же отреагировали. Дело в том, что когда в одной из медицинских организаций появляется такой пациент, которому срочно необходима кровь, это уже экстренный больной, руководители медицинских организаций обязательно ставят в известность Министерство здравоохранения, если он настолько тяжелый. Тем более центральные районные больницы. Ни в одной больнице такого пациента не было. Да даже если бы он и был в это время, то всеми необходимыми группами крови, мы уже мониторируемые ежедневно, станция переливания крови нам дает ежедневный отчет, какие запасы крови, карантинизированной плазмы и других препаратов крови у них имеются. Более того, запасы крови на первую необходимость есть во всех медицинских организациях. Такого пациента не было. А почему тогда появляются такие призывы помочь? Я думаю, что это какая-то антиреклама, наверное, чего не должно быть, не должны реагировать, потому что эта служба и работа этой службы поставлена очень хорошо у нас в республике. Служба работает хорошо. Но скажите, пожалуйста, если кому-то кровь нужна и все-таки препятствие получать такое возникает, а звонок в Министерство здравоохранения простых жителей решит этот быстрый вопрос? Препятствия какие могут быть? Что не хватает крови, допустим, якобы? Что вместо того, чтобы призывы делать в интернете с просьбой или антирекламу, может людям стоит позвонить в Минздрав и сказать? Обязательно нужно будет позвонить в Минздрав, если это действительная информация, и сообщить об этом. А испытывает ли Минздрав дефицит реальных жалоб на ситуацию в медицине? Кроме ругательств, обсуждения, некачественных этих, чтобы по конкретным случаям, как часто люди оперативно жалуются? Оперативные жалобы и обращения – это наши горячие линии. Горячие линии у нас есть во всех больницах, поликлиниках. И прежде чем звонки дают до нас, в первую очередь пациенты звонят в свои больницы по месту жительства. И на горячие линии мы даже проверяли, как отвечают наши сотрудники на телефон и на звонки по горячей линии. Если они там не получают компетентный ответ, то это тогда является поводом обращения в Минздраве здравоохранения. И специалисты Минздрава тогда уже в полном объеме дают информацию. То есть реакция, реагирование бывает моментальная. Аминат Лиева спрашивает. Черкесская, я участник Великой Отечественной войны, ты лавик. Раньше получала лекарства по льготной цене. Сейчас это отменили. Почему? В соответствии с республиканским законом под номером 90, льготное лекарственное обеспечение с 50-ти процентной скидкой уже ушло на монетизацию. И вместо лекарственных препаратов они получают финансовые средства, за счет которых они могут приобрести препараты. А если человек не отказался от этого соцпакета, он может получить скидку? Это такая категория. Это та категория, которая обслуживается с 50-ти процентной скидкой. Вот про лекарства следующий вопрос. Почему в аптеках республики пропал диспроспан? Он сейчас появился. Бывают периодические перерывы в поставке этого препарата, но перерывы, зависящие не от нас, не от Министерства здравоохранения, не от лечебных учреждений. Это поставщики либо при регистрации этого препарата бывает, то есть процедура, связанная вот с этим. Сейчас препарат прошел перерегистрацию и снова поступает в аптечную сеть. Далее вопросы, поступившие на нашу программу. Я инвалид, получаю инсулин, но мне его не выдают в должном количестве. Также покупаю дорогие препараты, уколы таблетки от гепатита. У меня маленькая пенсия, денег отцентрофически не хватает. Скажите, пожалуйста, такие вопросы были очень часто. Почему люди все-таки жалуются на недостаточность лекарственного обеспечения для людей, больных с сахарным диабетом? Рост больных с сахарным диабетом намного выше, чем других патологий. Перед этим мы говорили, что есть определенные предпосылки и причины для роста этого заболевания. Есть препараты разного характера для лечения сахарного диабета. И все препараты необходимые для этих пациентов, чтобы пациент мог доступно получить эти лекарства, они предоставляются по месту жительства. Бывают небольшие перерывы в поставке этих препаратов, но с учетом того, что у пациента остается некоторый запас. Если есть какие-то перерывы, перебои в поставке этого препарата, то необходимо сразу же обратиться в отдел лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения по телефону 26 3195 для решения этого вопроса. То есть у вас есть экстренные запасы? Для таких больных, безусловно, они и должны быть. И второе. Есть пациенты, которые отказываются от тех препаратов, которые идут по международному непатентному наименованию, а хотят брендовые препараты. К сожалению, мы их всех обеспечить не можем. И второй случай. Если пациент отказался от пакета социальных услуг, в том числе от лекарственного обеспечения, тем не менее он требует бесплатной лекарственной обеспечения. И поэтому я, пользуясь случаем, хочу обратиться, что отказываться от пакета социальных услуг не следует. Это лекарственное обеспечение ваше, в первую очередь. И они будут тогда получать беспребойно. Потому что федеральное министерство обеспечивает инвалидов, льготников, это дополнительное лекарственное обеспечение льготной категории граждан. В соответствии с количеством льготников. А если они откажутся, то, соответственно, финансовые средства у нас уменьшаются. Скажите, пожалуйста, вот медицина у нас в стране бесплатная. Были конкретные вопросы о том, что в лечебных учреждениях Карачаева и Черкесии хирурги не берутся бесплатно делать операции. Конкретно называются суммы, там анестезиологи и так далее. Куда обратиться пациенту, если у него нет денег, а врач хочет брать. Может ли он обратиться, допустим, в Минздрав, чтобы ему заменили платного врача, которого надо благодарить достаточно хорошо, на бесплатного, но хорошего тоже. Часто ли поступают обращения в Минздрав по поводу коррупции в медицине? Звонки бывают. Сказать, что ни одного такого звонка нет, не могу. Звонки бывают. Не часто, но бывают. И в первую очередь пациент, если этот факт имеет место быть, он должен обратиться в первую очередь к главному врачу. Потому что главный врач должен знать. Соответственно, есть очень много методов воздействия на этого доктора. И если уже на уровне медицинской организации не решается вопрос, тогда надо обратиться в медицинский здравоохранение. Я так думаю, что на уровне руководителей не решается вопрос. Ну, народ говорит, что они боятся жаловаться, потому что если они пожаловаться, врач плохо пролечит. Бояться не нужно. Бояться не нужно. Потому как все врачи, администрация, Министерство здравоохранения, мы все на стороне пациента. Полностью на стороне пациента. Ни один пациент еще за период моей работы в Министерстве здравоохранения не ушел еще в недовольность Министерства, либо от главного врача, куда он пожаловался, недовольный. Ну, а случай обращения повторного, что вот я пожаловался, а мне сделали плохо, вот такого точно не было. И поэтому бояться не надо. Все должно быть открыто, прозрачно. Это оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий, бесплатного оказания медицинской помощи. Все главные врачи будут принимать все меры. В этом я абсолютно уверена. Все меры, чтобы этих фактов не было. Много вопросов поступало о бесплодии в Карачаево-Черкесии и программе ЭКО государственном. Какова вообще ситуация в семьях Карачаево-Черкесии с продолжением рода? Карачаево-Черкесская республика не исключение. И у нас процент бесплатных супружеских пар составляет порядка 18%. Но, кроме того, имеются женщины, одинокие женщины, желающие иметь детей. Если их включить, то это более 20% будет. Но в этом вопросе у нас есть очень большие положительные сдвиги. Ранее мы направляли ежегодно от 70 до 100 женщин на проведение процедур по вспомогательной репродуктивной технологии. С февраля этого года, в соответствии с письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации, количество попыток процедур вспомогательной репродуктивной технологии нам увеличили до 468. То есть получается в 5 раз больше будет шансов забеременда? В 5 раз больше. Возможности большие. Учреждения, которые... Это процедура бесплатна? А вот я хочу это сказать. Проведение этой процедуры совершенно бесплатно. Сама процедура, стоимость этой процедуры по программе госгарантии более 100 тысяч. Я думаю, что это ощутимая цифра для всех. Поэтому и возможности в связи с расширением возможностей, и с бесплатным оказанием медицинской помощи, я так думаю, что все желающие, у которых есть эти проблемы, могут обратиться в свои учреждения, лечебные учреждения, подготовить полный пакет документов. А как готовится пакет документов, во всех больницах имеется. Мы приказом это утвердили. И направить документы в Министерство здравоохранения Кольчево-Черкесской республики, в 125 кабинет. Как часто положительный результат от этого государственного ЭКО? Потому что бывают случаи, что люди думают, что в Германии, в Израиле им более помогут, или еще где-то за большие деньги. Бесплатно можно ли родить? И бесплатно можно родить. И ежегодно у нас рождается 20 детей, которые рождены после ВРТ, вспомогательной технологии. За счет государства? Да, за счет бесплатных, да. Вы затронули тему одиноких женщин, которые хотят родить. Скажите, пожалуйста, проблема одиночества среди женщин тоже актуальна в Карачао-Черкесии. Как может женщина обратиться в Минздрав и все-таки получить ребенка? Кто будет донором, отцом этого ребенка? Эта программа предусматривает? Эта программа предусматривает. Донорство обеспечивает клиника, которая проводит эту процедуру. С нашей стороны, со стороны Министерства здравоохранения, мы направляем пакет документов в выписку и необходимые документы в клинику. А клиники – это реестр более 180 учреждений, которые работают в системе УМС по всей Российской Федерации. И это на выбор пациентки. Мы не можем диктовать пациентке. Она сама праве выбрать это учреждение. И дальше уже решает клиника по донорству. Но ЭКО – это за счет государства бесплатно. Подбор отца для ребенка – это платно или бесплатно? Непосредственно донорство. Просто расскажите подробно, как это происходит, потому что зрителей это очень сильно заинтересует. Непосредственно донорство – это платно. Но это небольшая сумма. Но в пределах каких сумм? Потому что нас сейчас очень много будут смотреть. А зрительниц, которым уже за 30, а хочется ребенка иметь, сколько им обойдется от подбора отца, и можно ли по каталогу это сделать? Это рассматривает клиника. Мы не можем устанавливать какие-либо данные. Вы же цифры какие-то знаете. В каждой клинике разные. Поэтому при рассмотрении медицинской документации то учреждение, куда мы направили, они обсуждают этот вопрос непосредственно с самой пациенткой перед приездом. ЭКО бесплатно предоставляется. Но сколько приблизительно стоит подбор отца, если нет мужа? Вы же как эксперт, наверное, знаете какие-то цифры? 100 тысяч, миллион и так далее. Нет, ну от 20 и выше. То есть получается так дешево можно найти? Ну от 20 тысяч и выше, да. Вот, и скажите, пожалуйста, по поводу родовспоможения Карачаева-Черкесии и рождения новых детей. Существуют ли сейчас, дошли ли до Карачаева-Черкесии такие технологии, когда на ранних этапах беременности можно выявить тяжелые патологии? И как часто вы являете его, если такое происходит? Для выявления врожденных патологий, хромосомных наследственных заболеваний у плодов была введена федеральная программа «Принатальная диагностика». Карачаева-Черкесская республика активно внедрилась в эту программу. В рамках этой программы были приобретены медицинские оборудования. Это утрозвуковое оборудование практически последнего поколения с очень высокой мощностью. Когда к нам приехали специалисты из Санкт-Петербурга, из Ростовского института акушерства и педиатрии, они были приятно удивлены, что в субъекте есть такое оборудование. И что это оборудование выявляет? А также лабораторное оборудование. Это оборудование позволяет выявить врожденные пороки развития до 3-3 месяца беременности. То же самое касается хромосомных заболеваний и наследственных заболеваний. Часто бывают? Бывают. Ежегодно мы выявляем 36-37 случаев. И это прерывание беременности следует за этим? По согласию самой беременной эти плоды должны элиминироваться. И сама женщина, если дает согласие, то эти беременности прерываются. Далее с этими беременными проводится работа по предгравидальной подготовке и подготовке к следующей беременности с проведением всего комплекса обследования на генетическом уровне. И вполне возможно, что в следующей беременности у этой женщины может пройти благополучно и с рождением здорового ребенка. А каков процент охвата беременных женщин на вот такие исследования? Процент охвата принатальной диагностикой у нас в Республике высокие, 92%. Но мы бы хотели еще больше. Остальные 8 это отказываются или еще не охвачены? Остальные 8 это в основном отказы. Отказы бывают разного характера. Первая причина отказа это по религиозным мотивам. Я так думаю, что ничего против религии здесь не делается, если мама будет знать, что с будущим ребенком, это будет только ей на пользу. И второе, просто пренебрежительное отношение к своему здоровью. Самой женщине, самой супружеской паре. Ну вот пренебрежительное отношение к супружеской паре, к здоровью, особенно к здоровью будущего ребенка. Как часто получается, что рождаются больные дети из-за того, что родители были недообследованы? Кто виноват? Медицина, которая не выявляет их для насильного обследования? Или все-таки добровольно каждый должен идти? Потому что в результате, когда родится больной ребенок, естественно, будут обвинять врача. Ну вот мои комментарии, наверное, немножечко должны изменить стереотип людей в том отношении, что если рождается больной ребенок, то в этом всегда виновата медицина, виновата врач. От них нет. Дело в том, что практически очень малый процент, можно сказать, единицы сейчас готовят к беременности. А беременность – это определенный этап состояния, здоровье женщины. И не только самой женщины, но и плода, и будущего ребенка. Поэтому к этому надо подходить очень серьезно, не скрывать свои заболевания, своевременно приходить. До беременности. Еще раз повторяю, до беременности. Но существует ли такая культура, чтобы до замужества прийти и провериться? Существует. Более того, расширяется. Расширяется. Но хотелось бы, чтобы эта культура, она была выше и у всех. Потому что это необходимо всем. Дело в том, что есть многие инфекционные вирусные патологии, о существовании которых сама женщина может и не знать. Но может это отразиться на будущем ребенке. И лабораторное обследование до беременности может позволить это выявить. Более того, значительно легче вылечить женщину до беременности, чем в период беременности, где это сопряжено с последствиями на ребенке. Скажите, пожалуйста, очень часто вопросы задаются по Черкесской городской детской поликлинике о нехватке специалистов, когда ребенок приболел, и его записывают на 2-3 недели вперед, когда уже к этому времени ребенок может и вылечиться. Почему не хватает специалистов? Почему такая запись отложенная? Кадровый дефицит существует в республике у нас, особенно в детской службе. Не хватает у нас участковых педиатров, узких специалистов. В настоящее время детская больница ощущает дефицит в детских кардиологах, в детских неврологах. Поэтому, наверное, запись к этим специалистам и затягивается так. Но если это плановый пациент, ему необходима этому ребенку плановая госпитализация или плановая госпитализация, консультация, то срок ожидания этой консультации может быть в течение 30 рабочих дней. А если ребенок болен? А если экстренная, то незамедлительная. А скажите, пожалуйста, если незамедлительно нет талончиков, куда обратиться, что все-таки если у ребенка приболело горло, а лору-врач бесплатный будет только через 2 недели, а сейчас предлагают платно пройти к консультации, что все-таки бесплатно посмотрели? Главврач решает Минздрав? Заведующая поликлиника. Лабелла Залимовна Тлябичева. То есть ей можно обратиться? Главврач Тамара Ахматовна. Очень компетентные доктора, которые могут решить любой вопрос, разрешить конфликтную ситуацию и, соответственно, обеспечить консультацией необходимого специалиста. Вопросы по детской поликлинике были еще таким образом. Мэрия Черкесская, Минздрав как-то решает вопрос об улучшении парковки вокруг этого лечебного учреждения, потому что там всегда забито. Или будут ли переносить это лечебное учреждение куда-либо? Какие-либо планы по хотя бы ремонту этой поликлиники существуют? И в настоящее время... Потому что, вы мне простите, даже были жалобы о том, что там в детской поликлинике установлены унитазы, где дети просто могут провалиться, если их не придерживать. В настоящее время проводятся ремонтные работы в детской поликлинике. Если кто-то недавно был в детской поликлинике, то они видели, что на первом этаже практически полностью проведены, на пятом этаже проведены, на втором и других этажах еще требуются ремонтные работы. Все одномоментно невозможно охватить. С переходом в Республиканскую детскую больницу часть консультативных приемов идет туда, поэтому вопрос с парковками автомобилей, колясок детских будет решен положительно. Сейчас детская больница и руководство больницы работают над тем, чтобы привести в соответствие с требованиями по доступной медицинской помощи при парковке колясок, автомобилей и других. То есть стоит ожидать открытия новой больницы, чтобы все это разгрузилось? Расгрузится однозначно. И по записи. Очень много у нас было жалоб на очередность, возможность дозвониться до регистратуры детской больницы. Я думаю, этот вопрос тоже решен, потому что очень много в настоящее время детской больницы у нас на первом месте по записи по интернету. Мамочки молодые очень хорошо владеют этой технологией. Есть информат, который установлен в регистратуре, запись по регистратуре через портал по телефону. То есть пять видов записи к врачу, совершенно они действующие. Поэтому я хочу обратиться к жительницам, к мамам, чтобы они шире пульсовались интернет-услугами. Ну вот, мамочек еще беспокоит компетентность врачей, особенно молодых. Скажите, пожалуйста, как проверяют их знания? То есть вот человек пришел с дипломом, вы принимаете его на работу. По результатам врачебных ошибок делается вывод, или все-таки предварительно какой-то экзамен сдают они в Министерстве здравоохранения? Потому что были реально случаи, когда врачи в элементарных вещах, о которых Малышева, допустим, каждый день говорит, они просто не владеют той же информацией. В настоящее время та структура обучения медицинского персонала раз в пять лет, такого уже нет. Сейчас действует непрерывное обучение медицинских работников, особенно врачей. То есть врачи могут участвовать ежегодно на любых совещаниях, симпозиумах, научных конференциях, что очень часто наши врачи делают. Участие в этой конференции дает определенное количество баллов, которые будут учитываться при аккредитации специалистов. Не на ошибках мы учимся, мы наоборот делаем все, чтобы этих ошибок не было, или было как можно меньше. Проводится очень много конференций в педиатрической службе, в окружающих гинекологической, в кардиологической службе. Каждый внештатный специалист Минздрава Крачево-Черкейской Республики по своему профилю проводит систематическое обучение врачей. Но по поводу обучения и хороших врачей, почему в Минздраве, если даже говорить о компетенции плохой врачей, ну как-то неэтично, потому что вы не принимаете экзамены, но ведь хороших врачей, список хороших врачей же можно, как на доску почета повезти, чтобы люди знали, вот к нему хочу, и это признанный врач, чтобы остальные тоже стремились попасть на эту доску почета. Я думаю, достойные врачи, у всех висят, наверное, на досках почета, потому что их... Дома, у каждого на устах, да. В больницах, потому что их всегда отмечает администрация, Министерство здравоохранения, в непрофессиональных праздниках, то есть отмечаются достойно. Я думаю, эти списки во всех есть. Пациент может иметь право выбора, он имеет право выбора себе врача. Ну вот по поводу права выбора гинеколога много вопросов было, и программы ЭКО. Если женщине не нравится гинеколог, который там по участку или по территории, может ли он бесплатно получить медицинскую помощь гинекологическую в другом лечебном учреждении? Если не по месту жительства. Да. Ну, допустим, житель Карачаевска, можно ли в Черкесске получить у гинеколога бесплатную помощь? Я не думаю, что это должно быть прямо системно, но если есть такие случаи, в рамках программы, человек, имеющий полис в Карачаево-Черкесской республике, он имеет право, особенно если это касается ЭКО, обратиться в Центр планирования семьи в перинатальном центре и получить необходимое. И выбрать себе гинеколога. И выбрать себе гинеколога. Право выбора остается за пациента. Скажите, пожалуйста, вот, допустим, выбранный гинеколог, он какие-либо бонусы от государства получает за то, что у него больше пациентов стало? Или же, когда придет женщина из аула и хочет, вот ты хороший специалист, я хочу к тебе, он скажет, да мне и так много, зачем ты мне нужна? То есть, денежно как-то поощряется этот врач? Обязательно поощряется и стимулирующими выплатами. То есть, стимулирующие выплаты и предусматривают качество оказания медицинской помощи в первую очередь и в критериях это прописано. Ну и очень много вопросов было в завершении нашей беседы по поводу квот на лечение на федеральном уровне. Когда все-таки в Карачаево-Черкесии при запущенных болезнях или уже, может быть, при врачебных ошибках уже надо лечиться в Москве, в Петербурге, в Новосибирске. Карачаево-Черкесия как часто отправляют туда людей и как можно быстро получить эту помощь. Как вообще алгоритм? Кому надо обратиться? И когда эта помощь вами будет утверждена, что вы скажете, действительно, вам надо ехать в Москву, потому что мы не можем в Карачаево-Черкесии. И бывают такие случаи, когда все-таки у вас профессиональная этика, честь мундира и так далее, и вы вот в глубине души не можете сказать, что в Карачаево-Черкесии этого не делается. Вот можете открыть, сказать, какие операции здесь вроде могут сделать, но лучше это будет за пределами республики. В Карачаево-Черкесской республике уже за последние годы внедряются высокотехнологичные операции. Они успешно делаются в кардиохирургии, травматологии, ортопедии, онкологии. По этим трем профилям урология сейчас в последнее время подключилась. В 2016 году у нас была эндокринология, ревматология. По этим профилям у нас проводится вмешательство и лечение по высоким технологиям. Но не все виды высокотехнологичных видов медицинской помощи может оказывать такой маленький субъект. Поэтому МИЗРАВАМ в России было принято решение об утверждении федеральных учреждений для оказания ВМП, то есть высоких технологий, на федеральном уровне. Мы никогда не говорим, что мы можем и вам не надо ехать. В первую очередь это здоровье пациента. Мы наоборот подсказываем пациенту, где можно получить эту помощь. И совершенно не обязательно в каждом маленьком субъекте организовать какие-то маленькие центры для оказания. Достаточно иметь хорошие центры федеральные, которые уже наработали определенный опыт в лечении данной патологии. И сама программа у нас работает в электронном виде в МИЗРАВЕ нашей республики. Кто решает вопрос направить или не направить этого пациента? Конечно, в первую очередь это лечащий врач и лечебные учреждения. В каждом лечебном учреждении существует врачебная комиссия. Они функционируют. Этот пациент, которому требуются высокие технологии и которому та медицинская помощь, которая была оказана, она недостаточно либо требует дополнительная, обсуждается и с заключением врачебной комиссии с выпиской необходимым объемом обследования пациент либо медицинская документация в электронном виде направляется в МИЗРАВЕ республики. Дальше уже федеральное учреждение. Направление квота это за счет республики или это федеральные деньги? Это за счет федеральных средств. То есть, если человек человека не направляют по медицинским показаниям в федеральный центр или ему надо ожидать своей очереди, то это не зависит от бюджета Карачаева-Черкесии и его наполняемости или скудности? Нет, конечно. Есть высокотехнологичная медицинская помощь, которая финансируется через федеральные средства. Тут уже бюджет Карачаева-Черкесии не имеет значения. Но есть специализированная медицинская помощь, которая оказывается в рамках обязательного медицинского страхования. Вот по второму виду я хочу немножечко остановиться. Здесь тоже нет никаких преград. Пациента можно направить. Совершенно это будет бесплатно для пациента, но оплата будет проходить из средств территориального фонда обязательного медицинского через средства УМС. Задержек нет. На эти цели зарезервирована сумма определенная, чтобы расчеты проводились своевременно. Томара Руслан, я благодарю вас за сегодняшнюю беседу и хотелось бы с вами договориться о том, что все-таки продолжение будет медицинской темы в рамках года здоровья в Карачаево-Черкесии, потому что очень много вопросов и своими ответами по крайней мере людям дали понять, куда в первую очередь надо обратиться, прежде чем ругаться на врачей. Спасибо вам большое. До свидания.